Всем привет! Наконец-то у меня дошли руки записать обзор на Windows 11. Я не делал этого ранее еще на стадии инсайдерской версии Windows, а также после того, как вышла финальная, попользовался ей некоторое время, чтобы мой обзор был более оптимален и адекватен. Постараюсь не забивать вам голову всякой шелухой, а разберем самое основное и интересное. Первое, с чего я хочу начать, это то, что при чистой установке Windows 11, в отличие от ее предшественников, она занимает достаточно много объема памяти. В моем случае это около 60 гигабайт. Предлагаю построить наш обзор следующим образом. Сначала рассмотрим интерфейс операционной системы, а затем новый функционал. Хочу начать с мелочей в интерфейсе, например, закругление граней окон. Как правило, в 11 Windows это сделано везде, то есть во всех окнах. Если мы откроем меню пуск, то тоже увидим закругление. Если обратить внимание на тени и градиенты, то они тоже мягче, чем предыдущие версии. Конечно же, как же не обратить внимание на новые иконки. То есть все иконки здесь обновлены. В отличие от своих предшественников, иконки все получили яркие и контрастные тона. Можно даже сказать, что пестрые. Следующее, на что падает наше внимание, это персонализация, а именно наличие тем для Windows 11. Они здесь разнообразны, изменяют полностью все элементы операционной системы, ну и самой собой очень сильно меняют восприятие содержимого на экране. Есть, конечно же, изменения и в самих приложениях, например, ножницы. Ну и, конечно же, не можем мы упустить из внимания новую анимацию. То есть здесь все плавно, при открытии окон, при открытии различных других параметров, плавная вылетающая анимация. Проработана до мелочей. Операционная система Windows 10 этим, конечно же, похвастаться не может. Что еще достаточно приятно удивило, это настраиваемая панель задач. То есть, как видите, мы можем сделать ее по центру, что является уникальной особенностью этой версии операционной системы. Можем, конечно же, сделать ее и слева. Все это настраивается в параметрах панели задач. Так же, как и наличие стандартных иконок. Например, представление задач, то есть рабочие столы, мини-приложения, чат, поиск. Мы можем отключить все, что нам потребуется. Точнее, не потребуется. Конечно же, в Windows 10 такой вариант расположения иконок на панели задач мог доступен быть каждому. Там это делалось легко, но все же приходилось делать какие-то непонятные мероприятия. И для начинающего пользователя это было проблемно. Здесь же все настраивается. Целиком обновлено меню пуск. То есть, здесь мы получаем такой минималистический стиль. Во-первых, отсутствуют квадратные биджеты, которые занимали много места. И непонятно, для каких целей они были созданы. В меню пуск приложения у нас разместились в порядке сетки. А не в порядке списка, как это было ранее на предыдущих версиях. Что стало примечательным для меня, меню пуск открывается и не прилегает ни к каким стенкам. То есть, не прилегает к панели задач, не прилегает к левой стенке или к правой стенке экрана. То есть, она получается в свободном полете. На мой взгляд, это очень красиво. Также здесь есть рекомендуемые программы, которые мы использовали недавно. Как я сказал выше, Microsoft здесь стремилась к минимализму, что у них, кстати, неплохо получилось. В поисковой строке, если мы начинаем что-ли вводить, то переходим плавно сразу же в поиск. Также здесь Microsoft нам оставила возможность добавлять необходимые кнопки. Здесь мы сможем с легкостью выбрать, что будет отображаться внизу, рядом с завершением работы. Поиск у нас остался, в принципе, примерно такой же, как и на десятке, с немножко измененным интерфейсом. И я заметил, что он стал намного быстрее. Реагирует моментально, загружает все моментально. Далее, по стандарту, сразу же после установки, мы с вами можем заметить, что здесь у нас добавлен мессенджер. То есть, иконка чат. Это, в принципе, неплохое приложение. Она может вам заменить Skype или Zoom. Также этот чат синхронизируется со всеми возможными соцсетями и платформами. Кстати, TeamViv чат у нас заменил кнопку люди, которая здесь располагалась, в Windows 10, достаточно симпатичным образом. Совсем недавно Windows 10 получил обновление, где появились виджеты. То есть, на панели задач мы могли вызвать панель виджетов. В Windows 11 она переместилась влево. Также она доступна на панели задач. И когда мы ее открываем, у нас слева, в таком красивом окошке, открывается меню виджетов, где мы можем посмотреть погоду, различные курсы валют, ну и новости. Также панель настраиваемая. Можем здесь перетаскивать виджеты как угодно, добавлять, удалять. Также здесь хочу отметить анимацию открытия виджетов. То есть, она как бы вылетает слева. Да и вообще здесь про анимацию можно говорить вечно, потому что Windows 11 она удалась куда нельзя лучше. Поведение иконок в углу панели задач, которые находятся справа, в отличие от Windows 10, здесь устроено иначе. То есть, если в Windows 10 иконки открывались по одному, то здесь они сгруппированы. Мы сразу же получаем доступ и к регулировке звука, и к остальным параметрам. К системе подключения Wi-Fi и так далее. Также панель календаря здесь переработана. В отличие от Windows 10 она имеет иной вид. Также здесь сразу же у нас при открытии календаря открывается панель уведомлений. Windows 10, если вы помните, панель уведомлений открывалась таким большим окошком справа. Здесь же все минимизировано. Ну и как же опять не отметить анимацию? Как же все симпатично здесь сделано. Вылетает все по очереди, красиво, и закрывается так же. Также на панели задач вы не увидите здесь обширного контекстного меню, как это было в предыдущих версиях. Здесь у нас только параметры, куда перенесены и сгруппированы все параметры и все настройки. Даже вызвать отсюда диспетчер задач, как мы все привыкли, у нас не получится. Далее функция рабочие столы. Она стала более комфортной к использованию. Здесь стали окна намного обширнее и больше, и работать с ней стало комфортнее. Плавно переходим к рабочему столу и окнам. Что касается окон, как я сказал уже выше, они стали закругленные по периметру, что в принципе создает определенную эстетическую приятную обстановку. Функции из контекстного меню к файлам у нас дублированы вверху окна, то есть мы можем переименовать, копировать и сделать другие манипуляции быстрым движением руки. Контекстное меню также здесь полностью переработано, как на файлах, так и на рабочем столе. То есть здесь мы с вами не увидим привычного контекстного меню, как это было в предыдущих версиях. Конечно же оно здесь осталось и есть специальная ссылочка на него. Кнопка показать дополнительные параметры. Также из нововведений в контекстное меню это способы манипуляции с файлами, то есть вырезать, копировать, переименовать. К этому придется очень долго привыкать, но все же такая вот интересная задумка. Ну а теперь давайте перейдем к новым настройкам и фишкам новой операционной системы Windows 11. Что касается раздела панели управления, он здесь никак не меняется еще со времен Windows Vista. Если мы его откроем, то мы здесь увидим некоторые изменения в иконках, но все остальное остается по-прежнему. А вот раздел параметры претерпел огромное количество изменений. Он полностью переработан и переделан. Это не означает, что здесь внесены все новые функции, конечно же здесь остались они старые, за исключением некоторых моментов. Все они перекочевали с Windows 10 сюда, поэтому сложно назвать его новым. Как я сказал выше, за исключением интерфейса. Здесь он переделан и достаточно симпатично. У меня вообще складывается впечатление, что Microsoft занялась именно переработкой новой операционной системы ради интерфейса, чтобы сделать его более человечным, интересным и приятным. Допустим в параметрах Windows 10, что меня очень сильно раздражало, то есть был список иконок, по ним нужно было перейти, далее искать какие-то параметры. Здесь все сгруппировано вместе. То есть слева мы видим панель ссылок на группы настроек, а далее уже сами настройки также по группам. То есть субъективно для меня это все достаточно удобно сделано. Здесь мы сможем найти огромное количество настроек дисплея. У кого в ноутбуке здесь есть подробная информация о электропитании, о состоянии батареи и так далее. Кстати, чуть не забыл про одну интересную фишку, которую мы не наблюдали в предыдущих версиях. Это разделение окон. То есть наводим вот сюда в любом окошке курсором мыши и можем разделить как нам удобно. То есть здесь мы можем выбрать проводник. И посмотрите на разделитель. Мы можем его тащить так, как нам удобно. То есть выделяя место для того окошка или иного, больше или меньше места. Это новая фишка Windows 11, которую ранее мы не наблюдали. Про ужесточенные системные требования к операционной системе Windows 11 грех не сказать. Что мы здесь можем наблюдать? Во-первых, это процессор, который минимум должен иметь два ядра и иметь архитектуру 64 бита. Также, что касается процессоров, с процессорами здесь вообще целая проблема. Потому что Microsoft решила, что до 2017 года все процессоры для этой операционной системы будут являться неподдерживаемыми. А это значит, что при установке Windows 11 или обновлении мы будем иметь проблемы на старых процессорах. Она нам пропросту не даст их установить. Мы, конечно же, не пальцем деланные, поэтому уже обходы все нашли и устанавливаем на любой компьютер эту операционную систему. Но все же факт остается фактом. Следующий пункт, который мы с вами рассмотрим, это новая телеметрия Windows 11. Она также ужесточена и теперь пользовательских данных будет храниться больше в этой операционной системе. Именно для этого Microsoft и использует модуль TPM 2.0. А как известно, не на всех компьютерах, особенно старых, он поддерживается. Я думаю, кто сталкивался с установкой Windows 11, уже это прочувствовал. Также хотелось поговорить о энергоэффективности Windows 11. Она стала лучше, чем на Windows 10. И при высокой нагрузке приложения ведут себя плавнее. Это, в принципе, хорошая функция, которая для нас с вами исключит какие-либо лаги и баги во время нагрузки компьютера. Поэтому здесь мы можем поставить для Windows 11 такой небольшой плюсик. Также, что касается энергопотребления, Windows 11 выходит из спящего режима на 25% быстрее, чем реализовано это на других операционных системах. Сделано это за счет того, что оперативная память работает постоянно. Во время того, как компьютер ушел в спящий режим, отключаются все остальные компоненты. То есть, это и процессор, и другие компоненты. Но оперативная память остается работоспособной. Что и позволяет ей выходить из спящего режима быстрее. Насчет обновлений Windows 11. Под некоторыми моими роликами много оставалось комментариев, как она обновляется, будет ли получать обновление Windows 11. Ребята, это уже финальная версия. Она будет обновляться, как полагается, как и обновлялась Windows 10, за исключением некоторых особенностей. То есть, Windows 11 будет получать обновление систем безопасности, так же, как и десятка, каждую неделю один раз. А вот крупные обновления, в отличие от десятки, будут приходить всего лишь раз в год. На десятки они, напомню, приходили два раза. Ну и будут приходить, потому что десятка еще будет обслуживаться далее. Еще одно из интереснейших обновлений, это новый магазин Microsoft Store. Он также полностью переработан, преобразован, изменен интерфейс, а также изменена поддержка некоторых приложений. А вот самая яркая фишка Windows 11, это поддержка Android приложений. Есть, конечно, там минусы. Приложения Android мы сможем скачать только лишь с магазина Amazon, из-за коллаборации с Microsoft. Поэтому многие приложения мы можем с вами вовсе там не найти. Еще один из самых часто задаваемых вопросов, это поддержка приложения Windows 11. Будет ли варианты, когда Windows 11 не сможет поддерживать какие-то драйвера или программы на ноутбуках или старых компьютерах? На самом деле здесь ответ простой. Нет, все то же самое, что Windows 10. Все, что у вас шло на ней, будет идти и здесь. Что же у нас получается в итоге? Конечно, нельзя на 100% утверждать, что Windows 11 это то же самое, что Windows 10. С таким успехом мы могли бы утвердить, что Windows 10 это семерка или восьмерка, или даже вовсе Vista. Потому что основной функционал тянется еще со времен Windows Vista. За исключением интерфейса и еще пары функций. Но все же, Windows 11 не настолько глобально переработана и все же напоминает Windows 10. И является ее продолжением. Даже некоторые приложения видят ее как Windows 10. Конечно же, субъективно, но все же я бы сказал, что Windows 11 это крупное очередное обновление Windows 10. За время использования Windows 11 каких-либо глобальных минусов я не нашел. Один из минусов, которые лично я обнаружил, это проседающий FPS в играх. В Windows 10 такого я не замечал. А вот после обновления на Windows 11 некоторые игры потеряли некоторое количество FPS. Многие пишут, что там что-то лагает, какие-то есть баги. Не знаю, ребят. Можно с уверенностью сказать, что Windows 11 имеет столько же проблем, сколько и десятка. Какие-то косяки, какие-то недоработки, они всегда встречаются даже на семерке, которой уже очень много лет. Так что я считаю, что объективно обвинять Windows 11 в том, что оно полностью там недоработано. И что ее не стоит из-за этого устанавливать, смысла никакого нет. Да и вообще, хочется лично поблагодарить компанию Microsoft за такой прекрасный интерфейс. Да и в целом, всегда нужно радовать своих пользователей чем-то новеньким. Как правило, психологический факт, что все люди любят что-то новое.